Даниил оканчивает 11 класс 2-го Одинцовского лицея. Учился все школьные годы хорошо. Сейчас ждет результатов ЕГЭ, чтобы определиться с вузом. Зато к выпускному он готов. В преддверии бала, который состоится 25 июня, юноша посетил барбершоп, где ему сделали непривычную стрижку. Я ожидал, что меня более коротко постригут, потому что я так уже привык. А тут оставили длину, мне очень понравилось. Такой подарок для Даниила и еще 9 выпускников 9-11 классов сделали Центр поддержки материнства «Мамина помощь» совместно с Общественной палатой и Окружным управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это постоянная, кропотливая, ежедневная работа. Работа по воспитанию наших детей, работа по поддержке наших семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому я еще раз хочу сказать огромное-огромное спасибо всем тем людям, которые оказывают помощь и поддержку нашим семьям и нашим детям. Преобразились в этот день и 5 выпускниц. Девочкам подарили красивые новые костюмы, сделали праздничный макияж и уложили легкие локоны. А затем устроили настоящую фотосессию. Я считаю, что праздник все равно удался, потому что девчонки довольны. Я вижу их счастливые глаза, такие красавицы, просто невероятные. И для меня очень ценно, что в этот проект пришли те мамы, которым это не безразлично. Этот благотворительный социально значимый проект существует уже третий год. Идея его создания родилась благодаря мамам, которые решили помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации и выпускникам из малообеспеченных семей. Подарить им такой важный для каждого школьника праздник. Если мы будем делать все вместе, сообща какое-то хорошее дело, то это действительно выйдет продуктивный, хороший, полноценный продукт, мероприятие. Не важно, что ты делаешь, но это будет намного шире, глубже и лучше. Так что я призываю всех, делайте добро. Фотографии юные модели получат в электронном виде. А в завершение вечера ребята с удовольствием делились своими впечатлениями под сладкое угощение. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова